4 месяца провел на борту океанской грибной лодки «Солярис» житель Истры Владимир Максимов. Его одиночный переход через Атлантику почему-то остался незамеченным на родине, хотя экспедиция была по-настоящему героической. Стартовав от берегов Португалии 16 ноября 2014 года, путешественник прошел на веслах без остановок 6618 километров до острова Барбадос в Южной Америке, где причалил 15 марта 2015 года. Это был первый переход Максимова, но уже скоро он планирует пройти от Барбадоса до Панамы по Карибскому морю. Я к мировым рекордам в этом деле отношусь очень, так сказать, настороженно. И я считаю, что это не тот путь, где надо их устанавливать. То есть за неделю вы переплывете или за две, рули не играет ни малейший. Главное, так сказать, перейти. Бороться с океаном бессмысленно. Это может быть ситуация. Передо мной финишировала восьмерка грибцов, которые там, так сказать, 8 человек грибли. И, конечно, они меня обошли на маршруте. И они не смогли, их отнесло с острова Барбадос, они не могли до острова Барбадос причалить. Их отнесло на 11 миль. 8 человек. И мне удалось причалить и прийти к острову Барбадос одному. Поэтому говорить о каких-то физике, о каких-то данных, еще что-то, это невозможно. К океану Океановичу надо относиться очень, как вам сказать, с большим пиететом. Потому что я и лодку-то назвал Солярис. По причине того, что я еще раз убедился, что океан мыслящее абсолютно существо. Ну, скажем, субстанция, назвать его как угодно можно. Потому что он реально чувствует, он реально понимает. Это делается из-за того, чтобы преодолеть собственные страхи. Для преодоления себя есть альпинизм, есть, собственно, вот, скажем, гребля океанская. Ты в состоянии этого экстрима, этого адреналина, ты находишься не 5 минут, ты находишься днями, сутками. И идет некое переосмысление очень многих вещей, чему уделяешь внимание и думаешь, что это же важно, это же, в общем, вот он понимаешь, это вообще ни о чем. Это ничто и ни о чем. Это, вот, знаете, как попадание человека в океан, ты смотришь на это, на все, и ты понимаешь, что ты песчинка. И не просто ты песчинка, а вся цивилизация. А начиналось все с малого. Когда-то у Владимира была мечта пройти на веслах по Нижней Тунгуске. Но чем больше он погружался в тему путешествия, тем шире становились границы. Почему бы не пересечь океан? Лодка достаточно серьезная. Это сэндвич. Причем сэндвич не просто со стекловолокном, но и с использованием, там, последних технологий, с кевларом, с кевларовым волокном. То есть лодка достаточно, как бы, прочная, большая. Конструкция Ваньков-станька, то бишь она возвращается в положение, так сказать, нормальное, сама по себе, то есть без моей помощи. Вся кабина занимает в сидячем положении, ну, это фактически полутораспальная кровать, где слева-справа висят приборы. И тут же кухня, и тут же, собственно, и спальня, тут же и комната отдыха. Кто-то сравнил путешествие вот на таких лодках с пребыванием на качелях. Вот 120 суток я пробовал на качелях, которые качаются не только зато вперед, но которые качаются еще в 50 разных направлениях. Это непрекращающийся, там, так сказать, процесс. Он ночью, он днем. Самое опасное в плавании – это не океан, как ни странно, это, там, так сказать, это причаливание к берегу. Перевертыш был у меня на Барбатосе. Мне оторвало киль такой небольшой, срезало, мне сломало весло. Я был в данный момент в кабине, но сквозь щель в 5 миллиметров, наверное, ведер 15-20 воды-то ливануло у меня и в кабину. Все весело достаточно. Ну, неприятно, скажу вам честно, вверх тормашками находиться. И прекрасно понимаю, что если я не исправлю ситуацию, у меня просто разобьет обостров. Здесь человек на веслах, в принципе, бессилен. Против ветра, против течений. И, в принципе, тут надо очень хорошо рассчитывать свой приход, потому что тебя могут, ну, просто разобьет тарифы, там, оскал. Единственное, что можно читать, это только, наверное, какие-то молитвы. Потому что, конечно, я брал электронные книги, я, там, накачал. Я могу, там, так сказать, о чем вы говорите? Ничего. Я ее не включил ни разу. Я разговаривал, я подпевал, там, так сказать, замечательным людям, которые меня сопровождали в лице Висбора, Высводского. Особый поклон Чайковскому. Вообще всей музыке, там, Баху. Господи, какая же красотища. Вот посмотрите вокруг. Божественная музыка. Переверди его. И вот эта вот красота. Посмотрите. Вот тот редкий случай, когда штиль в океане. И, ну, практически полный штиль. И вот за целый день я сегодня прогреб, наверное, миль 15 от силы. Вот, смотрите. К вечеру пошел небольшой ветерочек. Слава Богу, вот тучи радуют. Облачность такая, что от солнца прикрыла меня. Так что такие пирожки. Ну, в это время, конечно, здесь рыбу ходят, совершенно спокойно гуляют. Сейчас я покажу. Прям под лодкой. Акул видел, да, пару раз. Не проявили они никакого интереса ко мне. Там, так сказать, ну, как те крысы, да, из того произведения бессмертного, да, понюхали и ушли. Видел китов, которые, там, так сказать, выпрыгивали просто из океана. Я такой красоты не видел никогда. И было ощущение, что кто-то, какая-то волна, или вообще кто-то фыркнул так, и что-то думал, какая волна. Нет волны. И потом увидел вдали, и приближалась семья, наверное, было китов пять, и с так, с расстоянием друг от друга, наверное, метров 400-500, и вот они кого-то там загоняли. Было немеряное количество рыбы, была потрясающая рыбалка. Очень сложно поймать рыбу, которую можешь вытащить, потому что рыба столько, она такая здоровая, что, в общем, ну, во-первых, мне не нужна здоровая рыба, ну, если только и спортивный интерес, но спортивный интерес, он, ну, как бы, он через неделю пропал вообще. Ну, то есть, как бы, ну, и ты думаешь, господи, лишь бы попалась рыба поменьше, чтобы я хотя бы мог ее затащить. Приспособился я потом рыбачить даже без спиннинга и без, там, наживки. Рыбачил я, собственно, я бил рыбу острогой, собственно, не даже выбирая, что там, так сказать, бить. Только что завалил рыбу острогой. Смотрите. Соль везде. Соль, она превращается, вода превращается в соль, и в эти кристаллы они везде. Они в постели, они в сиденьях, они в одежде, они на всех приборах. В самом начале путешествия Владимир сбросил 20 килограммов, которые так же быстро вернулись по возвращению на сушу. Я даже не худел, я таял. Причем, это было вот реально, причем это было, у меня такое ощущение внутреннее, что это было просто на глазах, что я просто как бы весь вжимаюсь. С провизией никаких проблем нет, потому что в основном это экспедиционная пища, которая, в принципе, просто там скрывается в пакет, заливается горячей водой, некоторые виды даже холодной водой, и потом, собственно, получается, что некая баланда, типа, я не знаю, спагетти-баланьеза, и пакет весит 100 грамм, а потом наливаешь туда пол-литра воды, и получается, в принципе, полноценное питание. Волны, они вообще колоссальные в океане, ну, с домом по 15 метров, но они гладкие, они совершенно безопасные, но эта красота, конечно, необыкновенная. Небо какого-то колоссального размера и чистоты, и при каждом закате, и восходе, такое ощущение, что от солнца идут лучи в разные стороны направленные, вот как корона. У нас практически... Да нет, у нас я такого не видел. То есть здесь ты настолько явно ощущаешь присутствие Бога на земле, что... Что, наверное, потом возникает желание донести это для других людей? Ну, я стал другим точно совершенно. Потому что человек не может оставаться тем, кем он был до этого, это точно. Гребли я пришел не потому, что, как вам сказать, я такой супергребец или вообще супер какой-то, там сказать, человек. То, что я делал, это совсем не спортивное достижение. Хотя, вот, скажем, вот, Теодор Резвой, который сделал это на Украине, там, так сказать, в 2003-2004 году, он за то, что он переплыл из Канар до Барбадоса, ему Украина дала заслуженного мастера спорта. Ну, потому что физические нагрузки, конечно, там имеются, достаточно значительные и большие. Но в основном это, в общем, это не спорт. Это точно, это абсолютно... Это психологические нагрузки. Это вообще абсолютно на другом. Это не как, на мой взгляд, вообще любой здоровый человек может это сделать совершенно спокойно. Елизавета Макеева, Сергей Иншаков, Денис Лесиков и Странет.ТВ Денис Лесиков, Денис Лесиков, Денис Лесиков. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин